Арктика Сегодня это слово у всех на слуху. Она стала зоной притяжения и федеральных, и республиканских интересов. Поэтому в 2014 году в республике был учрежден День Арктики, который отмечается ежегодно 19 марта. День Арктики одним из которых стала пятая региональная выставка-ярмарка «Мир Арктики», торжественное открытие которой состоялось в Доме дружбы народов. Началось оно с зажигательного танца ансамбля «Аюлна». Уважаемые гости, дорогие друзья, участники и гости нашей столицы, мы рады приветствовать вас на торжественном открытии пятой региональной выставки-ярмарки «Мир Арктики». Среди них особое место занимает творчество мастеров коренных малочисленных народов Севера. Разрешите мне от имени Министерства по внешним связям и делам народов Республики Сахаев-Путия Магнациональная Республика. По итогам последней переписи населения в ней проживает 135 представителей разных национальностей. И, конечно же, среди них коренные малочисленные народы Севера, которые обладают уникальной, неповторимой культурой, традициями и обычаями. И сегодня мы с вами собрались по замечательному поводу. Сегодня представлены лучшие работы наших замечательных мастеров, которые являются победителями пресубликанских, российских, а также международных выставок. Всех собравшихся поздравил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Северо-Якутии Андрей Васильевич Кривошапкин. И как истинный хозяин предоставил слово гостю с Ямала, руководителю Центра развития оленеводства Сергею Николаевичу Харючи. Знаю, что это такое, знаю, что такое кочевые повара жизни, оленеводство, разумеется. И как тяжело жить буквально в смысле в экстремальных условиях. Однако, что мы с вами никогда не жалуем цене, это наша жизнь, это наш храм, небо, природа, все, что у нас окружает. И священный, гордый, северный обе, который дали нам с вами жизнь. Я искренне желаю, уважаемые друзья, чтобы все, что создавалось для нас, создавайте вы сегодня своими руками, бережно и нежно передавалось нашим детям. На выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства народных промыслов и ремесел народов Севера Мир Арктики-2023 свои работы представили 101 мастер из 19 улусов, в том числе и всех 13 арктических районов. Общественные организации «Аборигенка», «Северянка», «Лаборатория одежды коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия», «Сирэк-Т», «Сухожильная нить». От обилия разнообразных, красивых, ярких изделий глаза просто разбегались. И чем только не занимаются северные мастерицы. Но об этом они сами расскажут лучше. Чували, и мы нашли место подходящее. И вот все вьюки, все снимаем, снимаем, олени туда идут свободно. И первым делом это место надо обряд делать. Вот этот обряд делает Ольга Семеновна всегда, обряд угощения огня, вот, задобрить огонь, костер обязательно, это делает хозяйка. Это у нас чум. Мы и чум ставим, и яранку ставим. Чем отличается чум от яранку? Чум мы ставим, когда вот не очень так долго остаемся на одном месте. Это уже мобильность. А яранку ставим, где мы будем так 3-4-5 дней. А тогда иранку, где подольше мы будем находиться на стойбище. Установкой чумы занимается хозяйка. И вот то, что видите, вот все, вот, мы старались показать, что в чуме бывает. У нас двое детей. Вот маленькая вот люлька сидит. И чуть постарше там в чуме сидит. Вот, у них одежда чистая, венская. И выкройка, и бисер. Все из меха, пыжика, бисер. Там еще что? Унтики вот. Ага. И, а вот эта люлька, люлька, такая люлька передается из поколения. Поколение, можно сказать, да? Вот. А как называется люлька? Бэ-бэ. Люлька называется Бэ-бэ. Называется. А вот имгун, имгун, седло. А вот сейчас вы видите, да, вот календарь овенский. Православный календарь. А по овенску называется чвесса. А по-русски святцы. Видите, вот палочка. Отмечаем. Есть там надрезы, да, где указаны православные праздники. И в тайге-то нету ни священника, никого. Мы вот сами уже празднуем. И по этим праздникам, по этим датам у нас праздники бывают. Скажите, а вообще эвенская национальная одежда, она... Какие цвета, какие узоры, какие орнамены, что интересного? Мы эвены верховые. На ле ездим, не на санях. Поэтому у нас длина соответствующая. И подол широкий бывает, чтобы сидеть на олене, чтобы не мешало. Вот перед вами вот девяти костюм. Бисер. У нас в основном бисер, да? Мы род Донриткен. На парадам у нас совсем разные узоры. Какой род? Донриткен. Голубой свет, белый, оранжевый – это солнце. Голубое – небо. Черно-белый – это олени белые. Идут, 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 идут. Тут элементы современности есть. Вот сумка, глаза. Далее рассказ подхватывает Ольга Семеновна Подобашева, которая представила эвенскую традиционную кухню. Ольга Семеновна подхватывает Ольга Семеновна Подобашева. Бывает просто подвесили, а бывает с дымком. Молчается два вида, да? У нас тут представлены почки, олени, печень, книжка. И кишки уже в отварном виде, а это в сыром виде. Ну, это желудки, кишки. И вот отварное сердце. А это самое вкусное – это омон, кокосный мозг. Ее едят вот с этим вместе. Да, с шорным мясом очень хорошо едят. А вот язык. Вот сушим мясо, и чтобы компактнее стало, режем на кусочки. Чтобы возить можно было. Перемалываем их. И опять-таки жарим с этим. Это уже другое блюдо становится. Вот из одного мяса можно сделать несколько, много, очень много блюд. Не уступают им и другие эвентские мастерицы. Эвентские мастерицы. Эвентские мастерицы. Эвентские мастерицы. Эвентские мастерства. Все из-за этого были в Курокова. Эфеты. Эвентские мастерицы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Выставка-ярмарка «Мир Арктики» проводится регулярно. И в ней есть постоянные участницы, и есть те, кто впервые показывает свои работы. У меня есть конца. Я не могу. Я привела к победу, после того, как я учился,ầnёса, партнольского, калька, гражданского, англотского, учебного мотива, я использовала свои условия в том, что я не смогла стучать. Я не полагаю. и я не могу сказать, как я помню. Я просто ... я просто помню. Я помню и не нашу детей. Я себе приходила с департаментами. Субтитры делал DimaTorzok Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Продолжение следует... 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 очень долго же надо выслеживать, сидеть на охоте на баранов, он сидел в этой шапке, и баран думал, что это тоже баран. Естественно, он не пугался. Поэтому она и называется «Ктепургэль». Это бараноподобная шапка. Я всегда очень долго думала, искала, почему уши на этой шапке, на такой шапке. У нас на Камчатке тоже много шапок. И вот я узнала, что это такое, что означают эти уши, эти завитые вниз рога. Некоторые выкройки есть, очень сильно вниз закручиваются уши. Что еще можно сказать? Тут есть детская шапочка. Детские шапочки мы шьем из телячьих голов. Из телячьих, вот на этой шапке есть. Она сшита из одних голов. И вот на ней, на этой шапочке, есть ушки, есть глаза и уши. Рога, то есть рога, уши и глаза. Как мы эти рога делаем? Это вместо, когда у телячь только-только появляются эти шишечки, в месте, где рога должны. Когда мы снимаем шкуру с оленей, там получаются такие, как бы, два мешочечка. Они пустые в шкурах. Надрез сделали и продлили. Вот, получается, нарастили рожки. Почему такие шьют детям шапки? Чтобы было интересно носить эту шапку. Некоторые же дети не любят шапку носить. Вот им, чтобы интересно. Вот же олененок. Вот. И такие вот рожки надшивали. Почему всегда оставляют уши? Ну, у нас есть такое поверье, чтобы дети хорошо слышали и слушались. Ну, на шапках оставляют всегда эти уши. И на детских комбинезонах, кер-кер, тоже уши оставляют. Ну, чтобы дети слушались и слышали взрослых. Какие орнаменты, в основном, у вас используют? Ну, у нас орнамент такой, знаете, ромники, круги, квадраты, прямоугольники. Ну, тоже значение там тундра, горы, земля, черно-белые, снег, олени. Ну, как можно сказать, похоже на многие северные народы, потому что у нас связано с оленеводством, с тундрой. Горы есть. А я смотрю, что у вас ноговое бисерное украшение. Бисер используется у нас, да? Вот сейчас, когда уже современное время, вот когда бисер появился, когда вот начал происходить обмен, бартерный обмен, начали менять шкуры на всякие там, на посуду, в том числе и бисер обменивали на шкурки. Ну, бартерный обмен, когда купцы приезжали. Вот с тех пор, вот с начала, с конца, наверное, 19 века появился бисер. А вот до этого у нас все было из дерева, из рога, барана из рога, оленя или бивни моржа, зубы моржа использовали. Делали бусы, бусины для украшений. Раньше, на самом деле, на косах было только одно украшение, вот в виде такого вот сбора. Из рога бус или деревянных бус. Косички женщина заплетает, и вот такие вот вставки по одному. Их красиво было, потому что бисер они... И только потом, когда появился бисер, стали на нитки нанизывать, вот так полетать, знаете, в косы, на косы. Это называется на косные бусы. Мы кочевые чубчи, кочевали, да, очень много. Я когда родилась, мы кочевали. Кочевали, кочевали, пока я не пошла в школу. Где-то до пяти или шести лет мои родители передвигались с оленями, со стадом оленей, пока не нашли постоянное пастбище, которое объединилось с другими стойбищами. И стали на месте уже оседлые образы с жизнью вести. А так до этого все время кочевали, потому что нужны были новые пастбище для корма оленей. Скажите, а чукотский язык у вас как-то в обиходе? Сейчас вы разговариваете на своей музыке? Да, я со своими разговариваю. Но все равно нужно тоже, как бы, так сказать, мало уже общаются, и да, мало общаются. И сейчас мы все делаем, чтобы язык поднять и сохранить. Все делает. И поддержка есть со стороны нашего правительства. И конкурсы проводим. Сказки на родных языках, работы на родных языках, всякие конкурсные, легенды, там, статьи, там, эссе пишут на родных языках. Даже дети маленькие участвуют в этих разных конкурсах. Так мы поддержимаем на родных языках. Во время выставки состоялся круглый стол, сохраняя традиции предков, который был посвящен 95-летию Христины Афанасьевны Бенчик, народного мастера, заслуженного деятеля культуры Республики Саха-Якутия, члена Союза художников России, почетного гражданина Оленёкского Эвенкийского национального района. Она была истинной хранительницей традиционного эвенкийского искусства, соблюдала все правила национального шитья эвенков, передавала свои знания молодому поколению мастериц. О своей любимой тёте вспоминает Наталья Филипповна Сивцева. Моя мама самая старшая в семье была, а Христина Афанасьевна восьмым ребёнком в семье родилась. Работала в совхозе. Наталья Филипповна, Христина Афанасьевна являлась такой признанной мастерицей среди всех народов Севера. Вот об этом скажите, с какого времени она начала шить и кто её учил, каким образом это получилось? Вот она в 1978 году вышла на пенсию и устроилась сначала надомницей, потом ей поручили создать новый церк по пошиву меховой одежды для оленеводов и охотников. Вот такой у них был успех за два года существования этого пошивочного церка. В рамках выставки «Мир Арктики» состоялось знаковое событие. Региональная общественная организация «Лаборатория одежды коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия «Сирэк-Тэ» «Сухожильная нить» подписала соглашение о сотрудничестве с Музеем музыки и фольклора народов Якутии и с Центром народного искусства Симех. Этот союз будет способствовать сохранению и популяризации традиционных национальных костюмов коренных малочисленных народов Севера Якутии, что, конечно же, поднимет престиж северных мастериц на ещё большую высоту. Продолжение следует...